А главное, что мы просто во второй раз решили добраться на Мальдиве. Да, поэтому вот даже не берусь вам отвечать, сколько вам поездки будет сюда стоить. Креветки, локстры. Вот это бич вилла. Покататься просто так на сёрфе вы здесь не сможете, потому... Ребятки, всем привет! Мы снова на Мальдивах. И мне кажется, это будет очень быстрый и очень ёмкий выпуск про отель Ада Аран Селед Худкуран Фуши. Приехали мы сюда на Новый год, да и по сути дела не в Новый год или не в Новый год, а главное, что мы просто во второй раз решили добраться на Мальдивы. Потому что здесь очень круто непосредственно с малышом, которому на текущий момент два с половиной года. И это определённый кайф, и мы для себя, открыв Мальдиву, поняли, что хотим сюда возвращаться ещё и ещё. Ну а теперь самое главное, это обзорчик отеля. Точнее, пройдёмся по его самым главным местам, для того чтобы у вас создалась общая картинка. Мы сейчас идём с вами непосредственно от Илеса, откуда прибывают лодки. Да, и вот у нас дорога начинается. Я для того, чтобы всё не снимать вам, покажу самое главное. Всё начинается у нас буквально с вами с входа на территорию отеля. И слева у нас с вами Sunset Restaurant. Это отель, это ресторан для людей, которые снимают Ocean Villa. Но те, кто находится по системе питания, насколько я понял, Premium All Inclusive и арендует Beach Villa, про которую я вам чуть позже покажу, расскажу, то они имеют возможность, соответственно, посетить один раз этот ресторан. Но есть возможность этот ресторан посещать, на самом деле, и чаще. Вопрос только денег. Сразу напротив ресторана, Sunset ресторана, находится Tiki Bar. Это барчик, в который вы можете прийти, выпить прохладительные напитки, алкогольные. Да, ну и здесь вечером, соответственно, собирается народ, когда происходит какая-то тусовка, может кто-то приезжать, выступать и так далее. То есть, а-ля дискотека. Отдельно отмечу, радует, что территория отеля достаточно зелёная. Да, и вот мы гуляем с колясочкой, здесь и постоянно есть тенёк. Поэтому ты нормально перемещаешься и не перегреваешься. Непосредственно от пирса мы с вами перемещаемся вот сюда. Это зона ресепшн, то есть тут всё недалеко достаточно. Да, вот так. Мы перемещаемся с вами в зону ресепшн. И здесь у нас с вами есть с левой стороны бассейн. Есть также бассейн, в котором могут поплавать маленькие детки. И вот это у нас с вами всё из зоны ресепшн. Для тех, кому интересно, есть маленький детский городочек, на котором можно побегать, попрыгать. Минус его в том, что не моют горки, они постоянно все в песке. Зона ресепшн. Такая у нас импровизированная ёлка. Соответственно ресепшн у нас с вами продолжается вот такой вот зоной. На самом деле это зона одного из баров. Здесь у нас с вами есть магазинчик с сувенирами. Есть, соответственно, магазинчик ещё один с сувенирами, где есть ещё центр, фотоцентр, где можно заказать себе услуги фотографа. Здесь опять же у нас под Новый год вот такая импровизированная ёлочка. Ну, собственно говоря, бар. И, конечно, бассейн. Начну себе снимать вот с такого ракурса прикольного дерева. На самом деле мы всё ещё в зоне ресепшн, и мы можем с вами пойти налево, и можем с вами пойти направо. Разница заключается в следующем. Направо это мы с вами переместимся в середину острова, на которой, в принципе, особо нечего снимать, и налево мы пойдём с вами сразу вдоль вилл. Да, так как территория острова, ну, такая овальная, на самом деле всё достаточно просто. Все бич-виллы расположены по кругу. Все бич-виллы расположены по кругу острова, и только в середине острова у нас с вами есть, ну, скажем так, значит, теннисный корт, есть детский клуб, вот середина острова наполнена вот такой вот растительностью, я же сказал, что остров зелёный, и вот за этой растительностью есть ещё футбольное поле. Всё остальное у нас с вами занимают территории вилл. Значит, то, что вы сейчас увидели, проехал гольф-кар электрический. На этом гольф-каре возят только людей, которые живут на Oceanville. Я себя специально снимать вам не буду, потому что, ну, что лишний раз себя показывать, вам интересно посмотреть, что здесь на территории отеля происходит. Но, для понимания, это вот такая вот зеленуха, по которой ты ходишь. Номеров очень много, отель большой, да и достаточно старый-то на самом деле. Но здесь очень классно гулять, очень классно ходить, много кто бегает. Я так скажу, вечерком прогуляться до бара и обратно, а бар работает 24 на 7, мне от номера занимает, ну, где-то минут 7, если это интересно. 500 с лишним шагов мы специально посчитали, потому что для кого-то это важно, всё зависит от номера, который у вас оказался. Вот мы с вами просто с задней части идем, вот номер 114-115, это рядом с баром, а у нас номер 180. Но на самом деле в нем есть свой кайф, потому что у нас он находится вот на той стороне острова, и там тишина, поэтому с ребенком на самом деле там находиться достаточно комфортно. По поводу номеров, самые дешевые номера, которые здесь есть, это они же самые старые, называются Villa Garden. На самом деле выглядят они вот так. Да, то есть это сеть, несколько номеров, которые находятся в центре острова, они все одноэтажные, у вас есть выход, они внутри достаточно маленькие, но в принципе бичвиллы не сильно больше, вот так вот они выглядят. То есть у вас есть возможность выйти посидеть, но просто вид у вас будет вот сюда вот на зелень. Может быть кому-то это комфортно. Ну в принципе, да, смотреть необходимо, конечно, по кошельку. Отель на самом деле Адаоран, именно селит Худхуран Фуши, он не самый дорогой. Это четверка. И на самом деле вне сезон ценник на него относительно невысокий. Ребята, не берусь называть никакие ценники, потому что все смотрят только на свой карман. Да, поэтому вот даже не берусь вам отвечать, сколько вам поездка будет сюда стоить. Вот, так что делайте выводы сами. То есть вот они, они еще раз эти номерочки. Они сзади находятся. А вот здесь вот у вас, по сути дела, знаете, как вторая линия. Вот здесь у вас находится перед вами бич-вилла. Мощнейшие деревья, конечно. Здесь территория очень зеленая, классная. Вот в этом плане супер. Просто красота. И вот они, они идут, эти виллы-гарден. На самом деле я еще сходил на зону серфинга, где с другой стороны острова Волны. И там тоже на самом деле есть вот эти виллы-гарден. То есть где вам эта вилла-гарден достанется, непонятно. Опять же, да, повторюсь, вот вилла-гарден, вот у вас это, вот у вас бич-вилла, и вот здесь в пляж находится. По поводу пляжа отдельно мы с вами, конечно, поговорим. То есть, например, вам досталась 320-я вилла-гарден или 168-я бич-вилла. Вы такие по дорожке. Я вот спрячь ножки. Вы такие по дорожке, по дорожке, по дорожке. И вот так вот выезжаете. Человечек едет. Вот так вот выезжаете. И перед вами открывается почти что пляж. Здесь у нас с вами слева находится бич-глей-бар. Он работает с 10 утра до 7 вечера, да. А сюда направо у нас находится бич-вилла. И вот мы вышли с вами в зоне бич-вилла. То есть они идут вот в той стороне, прям по пляжу по пляжу, и вот сюда приходят. И у нас с вами, у нас 180-я вилла. Вот так вот они выглядят. То есть такие отдельно стоящие домики. Есть несколько домиков сдвоенных. Я так понимаю, просто постарее, может быть, корпуса. Вот так вот. В целом все они выглядят вот так. Вот так вот перемещаемся мы. Под пальмочками мы периодически выходим на солнышко. Но все вот это идет вдоль пляжа. Вот это бич-вилла. На самом деле очень удобный формат. Особенно с маленьким ребенком. Да, и сейчас мы вон к маме приедем. Мне кажется, она горяченькая. Потрогай. Да. И вот так вот. Ну, сейчас отлив. Но приходишь, и у тебя вот он он, пляжик. Здесь немножечко коралл. Но в целом ничего. Сейчас отлив. Всегда утром еще водичка достаточно высокая. Днем отлив. И часа в три начинается прилив. И прекрасно купаться. Напротив каждой бич-виллы есть вот такой лежачок, который можно занять. Так, мы от нашего номера 180 отправляемся на обед. Вот такая вот красота. Еще раз покажу вам. Вышел из номера. Здесь все сразу песочек. И направо. Я всю дорогу снимать не буду. Напомню, что она где-то метров 500 занимает. 7-10 минут ходьбы. Даже с ребенком. Вот. И идешь вдоль вилл. Вот здесь море. Или океан. И движемся. От ресепшена мы перемещаемся в ресторан Баньян. Это ресторан для всех, кто живет в Бич-Вилле и в Гарден-Вилле. Для нищебродов, как мы. Шутка. Шутка юмора. Здесь у нас елочка стоит. Видите, здесь такой пол. Песочек. Что, мы пойдем. Поснимаем вам, что тут есть. Hello. На самом деле, выбор еды нельзя сказать, что очень большой. Вот так вот это все выглядит. Столики стоят, вентиляторы дуют. Hello. Здесь, как всегда, у нас есть два вида супов. Сегодня шпинатный крем-суп и какой-то ламп-скотч-брось. Непонятная субстанция. Вот. Берем тарелочку и пошли. На самом деле, гарниров, как правило, ну, здесь макароны. И вот штуки две здесь. То есть, вот. Рисочек раз. Рисочек с омлетом два. Так, что здесь у нас? Это у нас обед, если что. Макарончики. Спагетки. Картошечка с чем-то залитым. Так, овощи на пару. Вот нам свет включили, спасибо. А то блогерство страдает. А здесь пусто сегодня. Да. Мама идет брать макароны. Hello. Здесь у нас сладкий стол и плюс фрукты. Папайя. Что? Давай банчики дай. Давай вот эти еще положим. No. Thank you. Thank you. Здесь мы можем, соответственно, с вами заказать себе пасту. Здесь у нас жарится рыбка, мяско. Здесь типа салат бара находится. Салат, 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 салат. Честно говоря, помидоры более-менее, огурцы отвратные. Да. Какие-то салаты креативные, просто морковочка. Вот салат типа греческого с добавлением творожного сыра. Ну и вот здесь вот бывает какая-то мяско лежит, какая-то рыбка сыровяленая. Вот. Здесь у нас лежит хлебушек. Хлеб, хлеб, хлеб. Хлеб, опять же здесь вот у нас с вами сладкий стол. Арбуз, что-то сладкое. Папайя. Да. Ну и вот здесь вот сладкий десерт, горячий, как правило, очень вкусный. Да. Идем. И вот с этой стороны у нас есть ланкийское меню. Какое-то паста, типа салата. Выпечка их всякая. Запеченные овощи в кляре. У них очень много всего в кляре. Это чипсы, кстати, очень вкусные. Рис. Что-то масала, типа гороха. Извините, люди ходят. Здесь что-то у них сладкое. Я вот даже читать это не умею. Халва какая-то. Раз. Халва. И курочка масала. Так, ну что, мы пришли на ужин. Здесь рисочек. Рис. Макароны опять. Картошечка. Овощи. На чем? На пару. На пару. Там пусто опять у нас. Здесь у нас фрукты и сладости. Какая-то интересная сила. Да, это что-то мы такое не пробовали. Индийская национальная, да? Ну, судя по тому, что в ночь поиграть. А вон макароны. Иди положи макароны, а я посмотрю. Что там еще есть? Типа салаты. А-а-а, вот так это все выглядит. Индийская, шри-ланкийская. Так. Рисочек. Какая-то масала. Вообще, такое ощущение, что с обеда ничего не поменялось. Сейчас будут блины готовить. Так, это картофель с овощами. Масала. Так, это тоже картофель с чем-то. Это масала. Это нут масала. Алло. Вот. И микси-фуд карри. Вот это мы возьмем с карри. Прикольно. Здесь что-то сладкое, как всегда. А-а-а, вот такие штуки. Ладно. Поехали мы в обратную сторону. Вот. Так, любимая. Ну что у вас тут? А, ну вот смотрите. Арбузик, папайя. Маракуйя. Какие-то наборы фруктов. Здесь салат-бар. И что тут еще у нас? Ну и как всегда, какие-то непонятные штуки. Мясо какое-то и, не знаю, соусы. Пойдем. Так, ну что. Ребятки, мы пришли на завтрак. Здесь у нас по вкусам разведенные соки. Есть с утра кашки. Вот здесь в чанах стоят. Здесь у нас омлетик. Здесь фасолька. Вареные яички. Отварная рыбка. И... Ну это драники. Это драники. И... Запеченные томаты. Прикольно. Вот. Со стороны, где индийская кухня, там блинчики делают. Также с утра вот есть мюсли, орешки, хлопья, шоколадные хлопья. Фруктовый, соответственно, стол. Папайя, ананасы, яблоки, апельсины. Ну вот, да. Вечером, например, в обед, да, была маракуйя. Здесь у нас йогурты. Хлебобулочные изделия. Вот здесь делают обалденные вафли. Сейчас мы возьмем сосисочки жарить, бекончик. И делают ей ишинку. Ну, вот, собственно говоря, и все. И здесь тоже ишинка и бекончика. Алло. Ну, в общем, вот, такой завтрак. Я думаю, что доступно, понятно, полезно, понятно, что можно поесть. А это специально для вас записываем новогодний ужин. Сумасшедшее количество людей. Кальмары. Ракушки. Сладости. В каком-то безумном количестве в новогоднюю ночь. Лобстеры. Креветки. Лобстеры. Сладости. Очередь за лобстерами. Салаты. Ты. Сладости. Курица. Рулеты. Типа. Национальная. Мальдивская, индийская кухня. Рыбка соленая. Разная. Здесь даже не буду снимать Лепешки крутят, вертят На камень кладут Здесь это все национальное, мальдивское Чипсы Салаты Какие-то тарталетки непонятные Хлеб Просто толпа хлеба невероятная Вот так вот это все выглядит Живая музыка играет Фрукты режут, дают И опять куча сладостей Вот такой вот ужин Новогодние Да, по сравнению с обычными днями, конечно, это красота Очень вкусно, очень много еды Прям огонь Ладно, закончим на этом репортаж Ну что, ребяточки, настало время заснять вам немножечко пляжа На самом деле мы сейчас находимся возле пирса И это один из вариантов, когда вы можете прийти и здесь разместиться Смотрите Смотрите Вот здесь лежачки стоят И вот здесь вот такая вот береговая линия Мы пришли во второй половине дня Солнышко немножко за тушку спряталось Вот, но в целом, конечно, красиво Здесь можно покупаться Видите, здесь небольшие волны есть Потому что вот здесь, вот с этой стороны находится риф Это одна из локаций Это находится не возле Бичвилл Это находится просто рядом с пирсом Но здесь можно прийти Весь песочек немножечко с кораллами Поэтому я, на самом деле, всем советую взять кораллки Вот такая красота Покажу вам еще другие варианты возле Бичвилл Вот пляжик возле нашего номера Вот такая красота Ну, немножко волнорезы вид портят Но вот, собственно говоря, водичка Эта дорога пошла к виллам на воде Это прилив Когда отлив, вода уходит вот фактически до конца пирса И тут становится Ну, купаться невозможно, поэтому плаваешь возле пирса Там есть маленький же куточек такой Ну вот, смотрите А это бичгриль бар Здесь вот такие посадочные места Вот такие дружелюбные ребята Здесь можно заказать себе бургеры, гамбургеры, салаты Выпить алкогольных, безалкогольных напитков, которые включены в ваш пакет Да, вот ребятки готовят И здесь еще местечки стоят Я, конечно, вам хотел показать именно вот это место Потому что здесь шикарный пляжик Для отдыха с детьми А вон, мама Для отдыха с детьми Вот здесь такая красота Здесь и во время прилива, отлива Есть где покупаться Водичка шикарная Голубая Все как на Мальдивах Все как надо Вот смотрите, да Какой чистый здесь песочек И прекрасная водичка Кстати, теплая Просто почему-то в декабре Не самая теплая вода В мае, когда мы были, было теплее В конце мая Хотя сегодня, ну вот так, я бы сказал, прекраснее И вот эти качели Фирменные, на которых, конечно же, все делают классные фоточки В сторону Спа для двоих, например Вы ценники перед собой видите Какой-то шавана Момент 2 часа 20 минут 425 долларов Есть за 399 долларов Есть, соответственно Отдельные прайс-листы 300 579 199 Можете на паузу поставить Посмотреть, кому какие ценники интересуют Здесь, в общем, находится шавана спа Вот И здесь мы уже перемещаемся К Welcome to Lohis Это зона, соответственно Где у нас Сёрферы Пусуются На самом деле В этой зоне Где, как я сказал Пусуются сёрферы Здесь находятся Ещё Гарден-виллы То есть Вас могут поселить И сюда Если кто-то будет брать Свой номер Гарден И они находятся прямо Возле океана Номера вот идут 228 229 И так далее Мы сейчас с вами проедемся Чуть-чуть по дорожке Суть заключается в том, что Здесь, конечно, вы не сможете Покупаться в океане По той причине, что Здесь Риф И Здесь зона Только для того, чтобы Можно было поплавать С тём доской Вот такая красота В общем Покататься просто так На сёрфе Вы здесь не сможете Потому что Здесь нет школы Для сёрферов То есть Вас здесь обучать Никто не будет Поэтому для того, чтобы Здесь покататься На сёрфе Вы должны быть Уже аккредитованы Как сказать Сёрфером Специалистом Сёрфе Для того, чтобы Кататься здесь На этих волнах Здесь достаточно опасно Риф И туда Вдали Туда уходят А которые Не разбиваются Дальше волны Об этот риф Поэтому для того, чтобы Вас не затянул Естественно Вы должны уже Иметь какой-то опыт Вот такая история Надеюсь Для кого-то Это будет полезно Вообще Вот Вход есть Относительно удобный И вот Такая вот Красота Здесь также Есть зона Где можно Посидеть Встретить Закат И заказать Себе Напитки В баре Вот так Вот люди И отдыхают Если вас заселят В номера 227 226 Ну наверное Где-то До 220 То у вас Здесь будет Немножечко Другой берег Нежели чем Там где 180 У нас Например Номер Да То есть Видите Здесь прям Камни Да Вон он Риф И здесь Такое Каменистое Дно То есть Как бы Сам берег То такой же Но здесь Прямо Камушки Камушки Купаться Здесь будет Точно Некомфортно Придется Ходить Если не хочется Перемещаться Никуда Хотя В принципе Да Все перемещаются Вот туда Где находится Бич Грильбар И где Находится Такой мыс И качельки Стоят А так По внешнему виду Соответственно Номера Такие же И мы с вами Заходим В номерок Значит Ну вот Это Бич Вилла Нам Принесли Детскую Кроватку Малышка Ева В ней не спит Мы Спим Вместе В общем Здесь у нас Зеркало Возле Зеркала У нас Есть Кофемашинка Есть Чайник Есть Бокалы Приносят Воду Здесь у нас С вами Находится Холодильник В котором Минибар Бесплатный Здесь Пополняют Колу Швеб Спрайт Пиво Соки Шоколадки Вот Значит Перемещаемся Здесь у нас Место для Чемодана Здесь у нас Столик с креслом Здесь Телевизор Здесь у нас Двухспальная Кровать Номер Нельзя сказать Что светлый Вот я один Светильник Включил Второй Не включил Достаточно Темный Вечером Света Не хватает Здесь Лавочка Здесь у нас Находится Еще одно Зеркало Туалетный Столик Здесь Находятся Всякие Полочки На которые Вы что-то Можете Сложить И шкаф Для вещей С сейфом И внизу Шкаф Еще для вещей Вот Ну что Перемещаемся В ванну Так Ну что Зашли мы В ванну Значит Заходим Здесь слева Эта зона Не обслуживается Здесь Зеркало Большое Я снимаю Уже в конце Отдыха Но Значит В наборе Здесь есть И зубные щетки И мыло И даже Пена для бритья Обритменный Станок Шапочки Для купания И так далее Зубная паста Собственно Говорят Туалет Урна Душ Извините Немножко Штаны висят Мы завтра Уже улетаем Душ Вот такой И Небольшая зона С открытым душем Вот Конечно Номерочки Такие уже Старенькие Да Вот эти Подтеки Такие Все надо Покрасить По-хорошему Ну вот Такая вот Зона У нас С душем С открытым небом Это конечно приятно Прекрасно Это вот Отличие номеров Основное Вот Гарден Вилла То что У всех Бичвилл Есть Вот такой вот Душ Очень классно В нем Приятно Мыться Так Ну Ребят Это Собственно Говоря Весь Обзор Номера Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова